Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на Novel Pissed Shadow Fight 3. И сегодня, наконец-то, у нас в бете вышло новое обновление. Да, я думаю, вы все в курсе, что в бете уже завезли нам обновление 1.22.0, который в скором времени появится у нас в Голобалочке, но я думаю, это будет, наверное, немножечко позже. Все же пока что неизвестно, когда у нас разрабы у нас это выпустят, но, как видите, обновление у меня доступно, и можно, в принципе, переходить потихонечку к обзору. Что ж, давайте, я думаю, затягивать не будем, и, конечно же, начнем. И, честно скажу сразу, это пока что для меня первое бета-тестирование, которое принесу прям такую настоящую шумиху во всем шатике. Да, потому что я уже знаю, что многие из вас в этом обновлении ожидают видеть, что, правильно, мир Иту. И я больше сразу скажу, даже есть некоторые моменты, которые можно отнести прямо к миру Иту. Конечно же, не только новой механики, но и новое оружие. Но все же, если не хотите это смотреть, не хотите себе там интригу создавать, и там портить себе там впечатление и так далее, лучше не смотрите видос в избежании спойлеров. Я вам сразу скажу, ибо я знаю некоторых людей, которые, к сожалению, не любят видеть эти чертовые спойлеры, и, как говорится, портят эту чертову интригу. Так что, если что, заранее сворачивайте видос и ждите, пока в голобалочке выйдет обновление. Ну, а если у вас там нервишки крепенькие, вы готовы. Что ж, то, как говорится, добро пожаловать, и давайте мы начнем. Начнем, пожалуй, с самого такого незначительного обновления. Это изменение интерфейса в спринтах. Как видите, у меня полностью пройден октябрьский марафон, и вот, как бы, моя финальная награда. 350 очков полностью у меня, и, как вы знаете, здесь в конце у нас всегда бустер. Вот. В принципе, скажу, даже сделано удобно. Если что, можете пролистать, посмотреть, что туда как, и, конечно же, в конце увидеть, какая же будет награда. И, можете глянуть на спринте коллекционеров, допустим. Дальше следующая награда у меня идет в 18 тысяч голды. То есть, я, как бы, там, конечно, не двигаюсь, как бы мне этот спринт вообще нафиг не нужен. Зачем проходить, я его вообще не понимаю. Но, честно, поинтересоваться, кому как, можете посмотреть. Вот. Как видите, здесь у меня слева, то есть, следующая награда, которая у меня идет. А вот тут показывается самая последняя награда. Как видите, это бустербак. Но, теперь, наконец-таки, нам указывают, какой это бустербак. Здесь, например, как видите, архивный бустербак. Если вы, допустим, будете с первой по третьей главе, то у вас будет обычный бустербак. Поскольку я на четвертой главе, мне показывают тут архивочку. Хотя, почему странно, мне показывают именно архивку четвертой главы, если я сам на четвертой главе. Да, какой-то недопорядочек. Ну, и можете посмотреть, как видите, я здесь двигаюсь дальше по наградам. Вот, 1200. Вот, пожалуйста, процесс мой. Но я дальше не двигаюсь, поскольку я, как бы, все собрал из этого ивента нашего. Фестивалюшки Сокровича. И, как бы, не хочу. Вот. Также, как можете внимательно посмотреть, у нас тут не разделено у нас поэтапно. Как видите, вот, я могу дальше пролистать, пролистать, пролистать. И даже до награды дойти. То есть, нету следующих этапов. То есть, вы, как бы, сможете посмотреть внимательно награду всех четырех этапов. А раньше это можно было сделать только, посмотрев, первый этап и второй. Ну, и, благо, сделано удобно. Все же, не зря это сделали, поскольку все же было мелкое неудобство. Нужно было как-то угадывать, какая будет следующая награда. Проходить до следующего этапа. А, как видите, у нас прям сразу перед глазами. И это, честно говоря, это прям хороший плюс. Можно так сказать, лайк. Все же удобно. Дальше обновление у нас коснулось магазина. И, как видите, вы можете заметить, что нам заранее показывают силу, которую мы получим, если мы улучшим, то ли определенно, допустим, карточку. Ну, например, я хочу там купить, ну, допустим, леткую броню. Вот, крепленную броню. И, как видите, мне заранее показывают силу, которую я получу. То есть, мне не нужно будет нажимать на карточку, а я прям сразу перед своими глазами вижу, какую же я силу получу, если я ее прокачаю. В принципе, скажу, даже очень удобная функция, все же не хотелось прям лишний раз куда-то заморачиваться, лезть. Но, было бы еще сделать одну удобную функцию, так как сравнивая. Допустим, как бы, сравните мою, допустим, максимальную броню с этой. То есть, чтобы можно было как-то ориентироваться, где что лучше прокачать, может быть, не стоит, может быть, как-то прокрутить магазин до следующего и так далее. Но, сразу скажу, функция удобная, как вы можете пользоваться. Это как раз мне тоже помогает, чтобы тут не путаться и так далее. Особенно здесь в бейте, поскольку мне нужно тут качаться. Ну, это хорошо, это в плюсик, я вам сразу скажу, в копилочку. Ну, и перейдем к изменениям сета. Как видите, у нашего нервоопасного изменили иглы. Да, раньше, как вы знаете, они были такие коричневые, то есть, крашеные, можно сказать. Теперь они у нас просто синие. И даже если я буду кастомизировать с них, с ними будет как раз-таки меняться и цвет. Но, как видите, у меня в бейте красок нету. Это надо смотреть на основном аккаунте. Но, все же, да, я, конечно, не знаю, кому удобно, кому нет. Но, можно было, конечно, и классически так оставить. Ну, шо ж поделать. Переделали так нервоопасным иглу, так переделали. Я надеюсь, что он будет очень-сито доволен. А то я знаю, что он может быть недоволен после таких действий. Хе-хе-хе. Ладно. Дальше дело у нас касается физики. Наконец-таки разработчики там подправили нам анимации падения. Теперь у нас оружие падает нормально. И даже физику наеды катану сделали. Раньше она у нас падала вместе с чехлом. Сейчас у нас теперь в бейте все наоборот. Чехол падает отдельно. И яда отдельно. И все же, немножечко я огорчую вас. Подпиксили затмение. Да, не получилось, не фортануло. Да, мы все же пару ивентов с ними так хорошо посидели. Но в итоге попиксили здесь. Ну, у меня один вопрос. Разрабы. А какого черта вы еще не пописили эти чертовые кнопочки? А? Серьезно. Уже которую обнул, не чинить эти кнопки. Когда переходишь с раунда на раунд. Я, честно говоря, думал, что их тут пофисит. Но, как говорится, хорен себе. Да, понимаю вас сразу, понимая. Я надеюсь, по крайней мере. Нормально. В ближайшее время пописить все эти чертовые кнопочки. Ну, серьезно. Неудобно видеть, когда переходишь с раунда на раунд. И видишь эти дурацкие кнопочки. Все же, я надеюсь на понимание. И, по крайней мере, их пофисит. В ближайшее время нормально. Ну, вот и мы немножечко подходим к нашему главному моменту. Который, я думаю, многие ждут. Что будет в Мерииту и так далее. А я сразу скажу. В бете появилось то самое оружие, которое есть у Хонжоу. Варенье. Я думаю, вы догадаетесь, что это. Да, это тот самый оружие. С тремя палочками, которое прикреплено. И называется оно здесь. Сейчас скажу, как называется. Называется оно Санитзе Гунь. Да, по сути, это трех, совершенно шесть. Ну, или, короче говоря, тричаки. Вот. И, как видите, они у нас легендарного качества. И наш сет новый, полностью легендарный. Да, к сожалению, больше сета тут не добавляли. Так что пока что вот этот. Но у меня есть подозрение, что этот сетик можно будет получить благодаря ивенту. Но я не могу точно сказать. Я, скорее всего, думаю, все же именно так будет. Поскольку у нас предметы недоступны. Вот. Так что будем, видимо, ждать события. И вот они. Наши тричаки. Да. Врата демонов. И называется здесь у нас почему-то она Санитзе Гунь. Да. Я думаю, вы можете там вики видеть это. И я думаю, вы это найдете. И способность у нас смерч. Можете посмотреть, как видите, она у нас выглядит. Вот, пожалуйста. И наш сетик. Сразу скажу, тут чаще всего же как-то это. Взяли идею смечительного кошмара. И как видите, даже вон это, хвостик на голове. Вот. Прям как краски от кошмара. Ну, честно говоря, в принципе, выглядит неплохо. Конечно, я не знаю. Это, видимо, гиблик какого-то двух сетов. Может быть, даже больше. Но. Неплохо. Но все же жалко, что это можно будет получить только через события. А когда это у нас будет, фиг его знает. Но то, что у нас здесь есть в бете-трещаке, это означает, что они будут имели Итон. Да. И давайте перейдем уже к следующим вещам, которые уже есть в палах игры. И которые, в принципе, уже можно подтвердить. Конечно, я думаю, вы уже в курсе, что разрабы краски опубликовали. Один интересный спойлер, связанный как раз с миром Итон. И там, как бы рассказывается о том, кто-то их предал. Да, у меня уже есть три предположения, кто это мог быть. Первое, это мог быть Линк. Потому что, как вы знаете, он шаман. Бола этого не любил. И он, видимо, и решил их уничтожить. Но в итоге Линк визжил. И, видимо, пытается как-то Бола что-ли так отомстить. Что-ли что-то по-другому сделать. Второе. Это может быть мы. Носы как раз китени. Но, конечно, я не уверен, точнее это или нет. Все же надо смотреть по сюжету. А спойлеров, как бы, нас предать нету. Ну, не знаю. Все же некоторые люди так говорят. Ну и третий спойлер. Это Мастер Акада. Поскольку по сюжету пятой главы, мы узнаем, что его изгнали из купола. И он, видимо, попытается вернуться. Ну, или, по крайней мере, вернется в купол. И предаст Бола с Итон. Но, все же, я думаю, мы это выясним уже в самом Милеиту. Когда же она у нас выйдет, еще неизвестно. Но, я думаю, скорее всего, именно с этой обновой. Поскольку, уже не зря туда новое оружие добавили и все такое. Но, как вы знаете, недавно как раз в Каскадере опубликовали еще один интересный момент. На это связано у нас уже с новым оружием, которое уже будет у нас навестником. И, я думаю, вы знаете, это у нас взято как раз. И, я думаю, многие уже видели в этот момент, когда в Каскадере показали анимацию нижнего удара. Да. И, я думаю, они точно будут в Милеиту. Ведь нельзя тогда это оружие создавалось. Именно все же для этого. Но, я думаю, все же это оружие появится не сразу в игре. Поскольку, у нас был только спорят с рычагами. И, вот, пожалуйста, его добавили. Но, когда добавят нам те самые ниндзято, еще неизвестно. Возможно, он уже в Милеиту это добавит. Но, повторюсь, может быть не странно. Также, многие раздавались с вопросом, что там с саблями легендарными, что там с глефами и так далее. Я вам сразу скажу, ребят, это все точно будет в Милеиту. Как раз таки, инфа в файлах это подтверждает. Вот, пожалуйста, даже некоторые картиночки есть. Можете полюбоваться. Но, опять же, повторюсь, что-то из этого может быть не сразу добавлено. А что-то может вообще не добавить. Фиг его знает. Но, все же, надеюсь, что все добавят. И все будет. Также еще неизвестно у нас еще оружие от Легиона. Вот почему эта та самая бета наделала так много шума. Ведь не зря же у нас почему-то здесь появились трычаги, которые у нас до этого были в арене. Вместе с Конжо. И появились спойлеры на Ниндзята. И все же многие думают, а когда Эмириту и так далее, ребят? Но, сразу скажу, ребят, я не могу точно сказать. Видимо, разрабы не хотят спойлерить этого и даже не будут этого делать, поскольку понимают, что если они что-то здесь спойлернут в бете, как говорится, а-ля здравствуйте, все, конец и контент упал. Но, да, было бы не веселье. Но, я думаю, в глобалке, может быть, и будет, может быть, и нет. Я не могу точно сказать. Но, раз уж у нас есть новое оружие, которое будет в мире ИТУ, новые механики, новое обновление интерфейса, значит, предположительно, можно ожидать. Но, повторюсь, я не уверен, что это будет. И я не могу точно сказать, правда или нет, что она будет в следующем обновлении. Ну, как говорится, время покажет. Ну, а я с вами буду прощаться. Конечно же, всем удачи, всем кпк, ставим лайки, записываем канал, ставим кушетные видосики, ну и, конечно же, всем удачи, всем кпк. Субтитры сделал DimaTorzok